Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В 20 деревнях и поселках муниципалитета жителям предстоит выбрать старост. У нас есть 28 старост, которые были избраны посредством решения Совета депутатов. Узнаем, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жаркую погоду. Советуют надевать как можно светлое белье из натуральных тканей, чтобы оно было свободное, не сжимало. В память о футбольном тренере Константине Котельникове видным состоялся товарищеский матч. Умел работать с детьми, с ребятами, с соседями. Умел найти правильные слова и уважали. В Ленинском городском округе в ближайшее время пройдут сходы жителей сельских населенных пунктов. В 20 деревнях и поселках людям предстоит выбрать старост, которые будут представлять их интересы. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. 19 июня в муниципалитете прошел первый с начала пандемии сход граждан по выбору староста из сельского населенного пункта. У нас есть 28 старост, которые были избраны посредством решения Совета депутатов. Но с учетом того, что у нас на территории 48 сельских населенных пунктов, необходимо проделать огромную работу. В 20 населенных пунктах необходимо провести сходы граждан, для того, чтобы люди определились, кто будет представлять интересы частного сектора. Жители деревни Белиутова со значительным перевесом. 94 голоса против 20 проголосовали за Лидию Сорокину. Избрана на должность она впервые. Трудности не боится. Болевые точки своей деревни знает и готова отстаивать интересы жителей. Первая проблема Белиутова – это у нас транзитный проезд. У нас знаки стоят, но водители их не соблюдают. Второе – это дороги, конечно, чтобы асфальтировали. Теперь протоколы со схода должен утвердить Совет депутатов. А вот жителям деревни Пуговичина только предстоит выбрать своего старосту. С 2012 года эти обязанности исполняет Татьяна Денисова. Много, конечно, мы сделали за вот эти последние 10 лет. И дорога заасфальтирована, детская площадка новая, спортивная, тренажерная площадка новая. Абсолютно новую дорогу и осветили ее, сделали в другой части деревни. Сделали нам футбольное поле. Но дел, признается Татьяны, еще много. Сейчас местные жители активно борются с нашествием фур и грузовиков, которые по ошибке заезжают в деревню. Как только построили складской комплекс напротив гипсобетона и присвоили адрес им деревни Пуговичина, непонятно почему, хотя они находятся от нас в нескольких километрах, все стали, у нас деревня не признают, но все фуры, грузовые машины, курьеры, даже люди на работу приходят устраиваться в деревню, дом 8, дом 10. Фуры разрушают дорогу, а также вредят водопроводу, проложенному под ней на небольшой глубине. Из-за этого жители частенько оказываются на несколько дней без воды. На въезде активисты за свой счет установили информационный стенд, но проблему это, увы, пока не решило. Они ломают нам нашу дорогу. Это самое основное, то, что они разрушают нашу дорогу. Это самое главное, я считаю. Вот и беспокоят по ночам. Они сели, они едут и ночью. Вот, пожалуйста, вот они заехали, столб сломали нам в тот раз и буксовал до утра. Словом, без старосты такую масштабную работу проводить было бы проблематично. Они следят за благоустройством территории, информируют население о новых законах и постановлениях, а также о планах и действиях местных властей и органов государственной власти, отстаивают интересы жителей. Напомним, что старость сельских населенных пунктов избирают на 5 лет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Сотрудники ГИБДД напомнили водителям и пешеходам поселка Развилка о важности соблюдения правил дорожного движения. Профилактическая акция прошла в связи с летними каникулами. В этот период дороги становятся особенно опасными для детей. Напомню, 19 июня в Развилке водитель автобуса насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Нарушители установили и задержали в тот же день. Правоохранители рассказали пешеходам, что нужно оставаться бдительными, даже переходя дорогу по зебре. Также раздали памятки участникам дорожного движения. Напоминаем нашим участникам дорожного движения о том, что нужно переходить проезжую часть по пешеходным переходам. Особенно обращаем внимание на нерегулируемые пешеходные переходы, потому что здесь у нас должна, как мы говорим, голова наша на 180 градусов работать. Посмотреть сначала налево, убедиться в безопасности своего маршрута, посмотреть направо, убедиться, что водители вас видят и пропускают, и только после этого переходим проезжую часть. В акции приняли участие студенты Развилковского колледжа Московия. Ребята вместе с инспекторами движения напомнили правила водителям и пешеходам, а также помогли пожилым людям и мамам с колясками безопасно перейти дорогу. Я сталкиваюсь очень часто, когда водитель не успевает остановиться, когда я жду, что меня пропустят. И недавно я узнала ситуацию насчет девочки и проявила очень большое желание, чтобы поучаствовать в этой акции, чтобы предупредить пешеходов и водителя о том, что надо обязательно соблюдать правила дорожного движения и обезопасить себя. В Подмосковье установилась настоящая летняя жара. Такие погодные условия могут негативно повлиять на здоровье человека. О том, для кого они особенно опасны, нашей съемочной группе рассказала врач-терапевт Видновской поликлиники Юлия Сысоева. Жаркая погода может приносить не только физический дискомфорт, но и стать серьезной угрозой для здоровья человека. В категории риска – люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и сахарным диабетом. Терапевт Видновской поликлиники Юлия Сысоева рассказывает, что высокие температуры воздуха становятся частой причиной обострения этих недугов. Поэтому врач рекомендует соблюдать меры предосторожности. При выходе на улицу нужно сократить, в утренние часы рекомендуется до 10 часов, и в вечерние часы – это после 16-17 часов посещения улицы. Советуют надевать как можно светлое белье из натуральных тканей, чтобы оно было свободное, не сжимало, чтобы тело не перекрывало само себя. Для комфортного самочувствия в жаркие дни жителям города необходимо исключить тяжелые физические нагрузки и избегать нахождения под прямыми солнечными лучами. 13-летний Александр Каленцев признается, что жара его не пугает. Находится на улице почти целый день, но обязательно в кепке. Головной убор нужен, чтобы не получить солнечный удар, то есть, так сказать, не выключиться по дороге и не ушибиться. Если там на самокате, на велосипеде катаешься. Врачи отмечают, что каждый человек по-разному переносит жару. Я тяжело, вообще жару. Не надо нам жару. Надо, чтобы была нормальная температура. 22-23 градуса не будешь. Люблю жару с детства и очень люблю море, пляж. В жару в любой час могу везде ходить. Ну, просто переношу хорошо это дело. Я нормально переношу жару. Вот у нас, посмотрите, и парк рядом, и лес. Нам жаловаться бережно. И парк, и лес, и собака так же нагуливается в лесу и в парке. Все нормально. В группу риска также входят люди старшего поколения. Видновчанка Галина Панкова старается не выходить на улицу в дневные часы. До жару как я переношу? Я приезжаю сюда на такси, поскольку хожу плохо. И там дома сяду в такси, и здесь я пройду. В общем-то, неплохо так. Дом, кондиционер. Ну, а так, конечно, если постоянно на жаре, то, конечно, плоховато. Врач-терапевт также рассказала, как оказать первую помощь пострадавшему от солнечного удара. Пациента доставить в какое-то более прохладное помещение и по возможности открыть одежду, поднять ножной конец кверху, для того, чтобы приток крови происходил к мозгу. Дать попить прохладной воды. Главный совет медиков – пить побольше воды, до трех литров в сутки. Но при гипертонии не более двух. От сладких, газированных и алкогольных напитков следует отказаться. Они только провоцируют жажду. В рацион необходимо включить побольше овощей и фруктов, а более плотный прием пищи перенести на раннее утро или на поздний вечер. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Мальчишки и девчонки из лагеря «Альтаир», которые находятся в Лопатинской школе, написали письма нашим бойцам, которые участвуют в спецоперации на Донбассе. У каждого нашлось в адрес совершенно для них незнакомых людей много самых добрых и чутких слов. Подробнее в сюжете Василисы Мамай. Поддержать, подбодрить и подарить теплый привет солдатам – именно такое настроение передали в своих письмах бойцам на Донбасс ребята из лагеря «Альтаир». Мы не только сегодня пишем письмо, но еще при этом делаем какие-то поделки, сочиняем сочинения, рисунки, плакаты совместные. То есть специальные скульптуры делаем, которые связаны именно с объединением и силой нашей страны. Всего в акции приняло участие 25 ребят. Все они воспитанники начальной Лопатинской школы. Дети написали простые и теплые слова, которые так необходимы и важны сейчас для наших воинов, находящихся далеко от родины. Я написала о себе немножко, где я учусь, в каком я классе, в какой я перехожу класс. Ну и я пожелала, чтобы все было хорошо, и он вернулся, солдат этот, живым и здоровым. Дети делились с солдатами своими рисунками, поделками, а некоторые в свое письмо вложили плитку шоколада или печенья. Каждый ребенок подошел с душой и ответственно, то есть патриотизм у детей – это самое главное, тем более в таком маленьком возрасте. Искренние эмоции и вера в то, что все вернутся домой – самое главное, что было в этих детских письмах. Каждый надеется, что его поддержка станет доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают. Василиса Мамай, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. «Танцы на траве» – мероприятие под таким названием прошло в поселке совхоза имени Ленина. Его организовали сотрудники муниципального центра культуры. Цель небольшого музыкального праздника – познакомить взрослых и детей с народными песнями, танцами и забавами. Фольклорный праздник «Танцы на траве» прошел в рамках серии мероприятий «Подмосковные вечера», которые проводятся в поселке совхоза имени Ленина каждую неделю. На них выступают как исполнители музыкальной коллективы Ленинского округа, так и гости из Москвы. В этот раз упор сделали на русские народные традиции. Ну что, поехали, поем! И-и! Как у дяди, у Сережи, было семьи родителей, было семьи сыновей, было семь начиней! Мероприятие подобного формата сотрудники муниципального центра культуры организовали впервые, но поскольку праздник понравился и детям, и взрослым, проводить его решено каждую неделю. В память о легендарном тренере Константине Котельниковой в «Видном» состоялся футбольный матч. В нем приняли участие друзья и воспитанники спортсмена, которым гордится Ленинский округ. На товарищеской встрече побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Юлии Пагасьян. Год, как футбольный мир «Видного» продолжает жить без прославленного тренера Константина Котельникова. Для сотен ребят он когда-то стал не просто спортивным учителем, а наставником и другом. Константин Григорьевича я знаю еще со времен, когда учился в школе, как я сказал, он был преподавателем, вызывался к среднебазарительной школе. Потом, когда он ушел как раз сюда, уже он тогда видным был известен. То есть он к нам пришел в школу и уже тогда он был видным, он вел деятельность активную, связанную с футболом, с мотоболом. Поэтому я считаю, что это тот человек, про которого знают все. Вот знаете, как бывает, подходишь и говоришь, мы идем в день памяти Константин Григорьевича. Никто не спросит, в каком Константин Григорьевича. Матч в память о тренере состоялся в рамках фестиваля футбола, организованного городским центром спорта. На поле команды «Коксохимик» и «Искорка». Это воспитывает традиции в человеке, традиции и отечество, отчество, оно вот и начинается. А он из половины был им отцом, и учитель физкультуры, и футбол очень хороший человек. Поэтому они вот так собрались и дают дань памяти. Молодцы. Константина Котельникова не стало на 80-м году жизни. На матче, правда, уже в роли зрителей, его добрые друзья. Ровесники вспоминают тренера как человека, глубоко преданного в своей профессии. Умел работать с детьми, с ребятами, со всеми, так сказать. Умел найти правильные слова. Его уважали. Не каждому это дано, так сказать. Поэтому мы сегодня смотрим, так сказать, многие поколения тех ребят, которых он испытал, вот, играют до сих пор. В планах у организаторов сделать такие встречи ежегодными, чтобы память о Константине Котельникове не угасала. А победила в этот день команда «Искорка». Обыграла соперников со счетом 4-0. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания.